Всем привет! Ну а сегодня у нас речь пойдет о программе для скриншотов. Многие делают скриншот в ВК, потом выгружают, перекидывают мне ссылки, но большинство пользователей MusicWars используют LightShot. Я в свое время делал на него видео, я в свое время его рекламировал, и, конечно же, слух от одного к другому игроку привел к популярности данного приложения. Но, как вы знаете, у нас сайт попал под блокировки, и так на него зайти невозможно, с ним ничего сделать нельзя. В общем, сайт можно выйти только через VPN. Допустим, Германия, Франция, Румыния, Америка, не важно, но главное, что вы можете скриншот сделать и отредактировать только в том случае, если вы не находитесь в Российской Федерации. Так вот, давайте перейдем в альтернативы. Изучив немного рынок вообще всех программ по скриншотам, я имею в виду для Российской Федерации, один из более-менее адекватных программ для скриншотов можно использовать ClickToNet. Для него все у вас есть, а программа бесплатная, программа делается легко, автоматически копирует к себе ссылку, то есть достаточно сделать скриншот, обыкновенный также принтскрином, и после этого сразу же попадает ссылка, которую вы можете кидать где-нибудь в игре внутри, или мне кидать, допустим, на том же стриме, сразу же тут же ссылки перебрасываются. Но мне не понравилось то, что она немножко не дает мне всей возможности редактирования, которая в свое время была у нас вот у этой программки. Итак, как вы видите, лайтшот у нас не загружается, как бы вы ни старались, а Российская Федерация теперь заблокирована. Достаточно выбрать Германию, подключиться и обновиться, и, конечно, сайт сразу начинает работать, все начинает работать, в этом теперь и есть проблема. Я хотел бы вам порекомендовать, порекомендовать чисто, вот знаете, по редактированию одна из лучших программ, которая мне действительно понравилась, это скриншотер, ребята. Скриншотер является почти аналогом лайтшота. Программка маленькая, ничего не вешает, абсолютно бесплатная, плюс дополнительно записывает видео, если вам нужно. Для этого, то есть, когда он ставится, он делает то же самое. Как вы видите, все скриншоты, все работает. Ну, сейчас давайте сделаем что-нибудь элементарное. Отскопируем, отредактируем, здесь полностью все редакторы есть, и сразу загрузим, чтобы было понятно. Очень легко делаются скриншоты, вообще просто на раз-два. Причем самое интересное, как вы понимаете, ссылка сразу идет у нас сюда. Видите? Просто копируется и все. Так что ссылочка внизу в описании я оставлю. Пожалуйста, качайте, ставьте. Программка действительно стоит того. Ну, а лайтшот теперь можно удалять до тех пор, пока его не разблокируют. Не знаю, когда будет точно. Ну что ж, пользуйтесь. Скриншоты теперь можно на стриме снова кидать. Программка. Продолжение следует...